Уважаемые участники конференции, начинаем конференцию Российской информационной системы и технологии в образовании, науке и бизнесе. Приглашаем с приветственным словом проректора по цифровой трансформации и развитию БГУ имени Даржи Банзарова, кандидата технических наук, доцента, Архипова Сергея Валерьевича. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники конференции. Я очень рад открыть, во-первых, такую конференцию по актуальным вопросам информатизации образования, науки, а также прикладных программных систем для бизнес-структур, ну и на самом деле не только бизнес-структур, но и во многих социальных сферах. Сегодня мы знаем, что большое внимание вообще уделяется вопросам цифровизации, большое внимание уделяется не только в России, но и в республике. Недавно, вы помните, прошла большая стратсессия по развитию IT-отрасли в целом, как будет развиваться IT-отрасль, какие направления можно выбрать в, собственно говоря, в плане развития именно республики. Ну, то есть каждый регион, он развивается по-своему, примеры такие есть. И поэтому, конечно, стратсессия – это хорошо, но постоянно действующие конференции, как эта конференция, которая уже действует под этим названием «Пятый год», это очень актуально, это очень правильно. Я думаю, нужно только расширять участников этой конференции, то есть привлекать и больше бизнес-структур, больше участников из других вузов, в том числе, и, соответственно, развивать вот это направление с более широким кругом участников. Но самое главное – это сегодня нам правильно сделать акценты, видеть, какие задачи и какие перспективные проблемы у нас сегодня стоят, и что мы можем, соответственно, скорректировать и в образовательном процессе, и в научных исследованиях, и других вопросах. Поэтому, коллеги, всем я хочу пожелать успешной работы, зарядиться на этой конференции новыми идеями, ну и, соответственно, смело идти дальше, работать во благо нашей страны и Родины. Спасибо. Спасибо большое, Сергей Валерьевич. Приглашаем Антониту Антонову, заведующую кафедрой вычислительной техники информации, кандидатами педагогических наук. Здравствуйте, уважаемые участники конференции, гости, коллеги, дорогие студенты. Кафедра вычислительной техники и информатики Бурятского государственного университета имени Даржи Банзарова рада приветствовать вас на традиционной конференции информационной системы и технологии в образовании, науке и бизнесе. Конференция проводится в пятый раз. Она является своего рода продолжателем конференции инновационной технологии в науке и образовании, которая проводилась с кафедрами машиноведения и вычислительной техники и информатики физико-технического факультета, которая также была проведена пять раз, но проводилась она с частотой один раз в два года. С 2019 года кафедра вычислительной техники и информатики проводит ежегодную конференцию в формате, таком, как она у нас звучит, информационной системой технологии в образовании, науке и бизнесе. В период пандемии мы перешли на онлайн-платформу, и это оказалось очень удобным для многих участников из нашей страны, поэтому мы сейчас работаем на онлайн-площадке. Сегодня с нами на связи коллеги из Москвы, Иркутска, Томска, Новосибирска, Ярославля, Улан-Батора и, конечно, из нашего родного Улан-Удэн. Всем большое спасибо за то, что с нами сотрудничаете. Хотим поблагодарить за постоянное сотрудничество с нашей кафедрой, кафедру информатики и информационных технологий в экономике Бурятской государственной хозяйственной академии имени Филиппова, кафедру компьютерной графики Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления, ООН, Байкал Медсистемс, ООН, Снежный Барс, ПАО, Ростелефон, Республиканский медицинский информационно-аналитический центр, Детский технопарк Кванториум. Мы с ними очень благотворно сотрудничаем и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Хотелось бы отметить, что с каждым годом растет интерес конференции и ситуации со стороны студенческой молодежи. Студенты и выпускники направления информационной системы и технологии физико-технического факультета БГУ, Студенты направления математическое обеспечение и администрирование информационных систем, Института математики и информатики, Студенты колледжа по специальностям информационной системы и программирования, и компьютерной системы, и комплексы являются не просто гостями конференции, они являются активными участниками и авторами научных статей. Очевидно, что подготовка высококвалифицированных специалистов – задача не отдельно взятого учебного заведения, а всей образовательной системы в тесной взаимосвязи с бизнесом и производством. Ну и поскольку в названии нашей конференции отражается прогресс интеграции различных уровней и организационных форм образования, науки и бизнеса, предлагаем на нашей площадке обменяться знаниями и мнениями по данным вопросам. По материалам конференции опубликован сборник статей, размещенных в системе РИНС. В течение двух дней автором будет размышлен электронный вариант. Желаем всем участникам и гостям конференции успехов, здоровья, плодотворной работы, новых идей и эффективного взаимодействия. Спасибо. Приступаем к бинарным докладам. Приглашаем Наталью Николаевну Шабрину, доцента кафедры кондинентализма МВПУ имени Ваумана, доцента кафедры математики Московского Балиттехнического университета города Москвы, с докладом «О особенности преподавания урса «Бескредная математика» в московских кузов». Наталья Николаевна, пожалуйста. Спасибо большое. Слышно, да, меня? Да, слышно. Прежде всего, хотелось бы поприветствовать своих коллег. Очень рада всех видеть. Хотелось бы поблагодарить особо Антониду Антоновну за то, что она меня пригласила участвовать в конференции, потому что мне тоже очень хотелось поделиться своим опытом. Я уже два года работаю в Москве, сменила уже, ну как сменила, два года я отработала в Бауманке, один год в Московском политехническом университете и один год в университете мира. И везде подход к моей дисциплине, которую я вела еще в БГУ и которую теперь веду в этих вузах, подход к этой дисциплине разный. И, соответственно, опыт накопился, и хотелось бы даже для себя и для всех его как-то озвучить. Так, а могу я демонстрацию крана, да, включить? Сейчас, 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 сейчас. Так, вот видно мой экран, да? Видно. Так, ну название, наверное, я не буду сейчас, название уже сказали, поэтому можно его опустить. Сразу перейду, собственно, к предмету, о котором пойдет речь. Предмет дискретная математика очень важный для IT-дисциплин. Поэтому можно даже сказать, что он находится на стыке. Он является базовым для дальнейшего изучения информатики. Во многих статьях даже говорится о том, что это теоретическая база информатики. язык описания компьютерных систем. Поэтому без изучения этого предмета трудно говорить о качественной подготовке, именно профессиональной подготовке специалистов IT-дисциплин, которым мы все, собственно, и занимаемся. И я, так как попала в два института, в которых подход к изучению этого предмета диабетрально противоположный, я бы даже так сказала. И мало того, что подход противоположный, организация студенческой работы, организация учебной работы тоже очень сильно отличается в одном университете от организации этой же работы в другом университете. И поэтому мой доклад построен на сравнении изучения этих дисциплин. Ну, во-первых, вы сейчас на экране у себя... Вы на экране видите, я зашла в систему дистанционного образования Московского политехнического университета. В этой системе находятся все студенты и очень активно ею пользуются. Я бы даже сказала, чрезвычайно активно. У каждого студента есть свой личный кабинет. И такой же личный кабинет есть у преподавателей. Что я могу посмотреть в своем личном кабинете, как преподаватель дискретной математики? Но помимо дискретной математики у меня есть еще и другие курсы, и вы здесь их видите на экране. Московский политехнический университет активно ведет занятия в дистанционном формате. Лекции проходят дистанционно. И экзамены, и зачеты принимаются дистанционно. Вот сейчас, буквально через 50 минут, у меня начнется дистанционный прием экзамена по дисциплине теория вероятности. А дисциплина дискретная математика у меня была в прошлом семестре. Вот те курсы, к которым я имею доступ. И вы видите, первый курс – это промежуточные аттестации, повторные по дисциплинам кафедры. Это для того, чтобы студенты могли сдать перезачет. То есть те, кто не сдал, те, кто сдал на двойки, те, кто не явился на основной экзамен, или те, кто хотят повысить оценку, но таких очень мало, но они тоже есть. Все они проходят через вот эти повторные промежуточные аттестации. Создается комиссия, и дистанционно здесь принимаются эти зачеты. Но прежде чем принимать зачет, я немножечко расскажу про семестр. Вот у меня есть курс дискретная математика. В этом курсе он доступен для студентов. И весь курс дискретная математика разбит на разделы. Дело в том, что предмет дискретная математика, он очень объемный. И до сих пор не всегда совпадают те темы, которые даются. В разных университетах могут даваться разные темы. И всегда стоит вопрос, какие именно темы вы выберете для своего собственного курса, для своего собственного преподавания. Вот здесь, в этом университете, курс уже создан. И я здесь ничего, собственно, могу кое-что от себя добавить. Но я должна придерживаться того курса, который утвержден уже кафедрой, и который создан, который находится в этом средстве дистанционного обучения. Курс разбит на пять разделов. Раздел первый – множество и соответствие. Раздел второй – алгебра логики. Это элементы теории графов, основы теории кодирования и элементы теории алгоритмов. Вот такие пять разделов студентов нужно изучить в течение семестра. Мы заходим в этот раздел, студенты также это все видят. И здесь есть короткое видео о разделе. Затем собрано весь материал этой темы. Есть лекция, которую можно открыть и дистанционно преподавать. И, в общем-то, с одной стороны, это очень облегчает работу, потому что все уже написано и сделано. Мы можем сюда зайти, ее открыть, для себя скачать. Вот тут немножечко сейчас будет долго открываться, потому что, видимо, ресурсы компьютера еще тратятся на конференцию. Я, конечно, могу что-то добавить в эту лекцию, но я должна основной конвы придерживаться. Основано это все на том, что один преподаватель может вести лекцию, второй будет вести практику, а принимать экзамены будет третий преподаватель. И чтобы не было расхождения, в том числе у студентов, о том, что будет спрашиваться, что будет происходить, все придерживаются вот такого вот общего плана. Далее студенты. Для того, чтобы провести практическое занятие, у меня тоже есть практика. Так, ну вот здесь сейчас вот он подвис немножечко. Тогда я ее просто вот здесь открою, я их заранее себе накидала, предполагала, что будут. Вот такая разработка по практике, в которой указана тема, указаны задачи, которые надо разобрать, и затем указаны задачи, которые мы решаем самостоятельно со студентами, а потом они, часть задач, могут получить для того, чтобы выполнить их дома. Когда студенты выполнили задание дома, они в эту практику должны подгрузить это задание. Ну вот здесь, а вот она наконец-то открылась. Вот сюда студенты подгружают свои задания, и я могу проверить, как они это выполнили. Ну вот сейчас я немножечко на этом курсе не смогу вам показать, как происходит оценивание, потому что этот курс в прошлом семестре уже был, и он сейчас закрыл. Ну, вообще, наверное, можно нажать «Просмотр всех ответов». Здесь перечисляются студенты. Я выбираю того, кто не выполнил задание. Вот, например, задание отправлено для оценивания, и оно уже оценено. Нажимаем на оценку. Перед нами задача, которую выполнил студент. Мы ее открываем, себе скачиваем, и можем проверить. Открываем, смотрим, как задание выполнено. Закрываем и ставим оценку. Здесь оценка уже стоит, оценка 4. И таким образом можно проверить все домашние работы всех студентов. Это можно делать не обязательно дома, сидя за компьютером. Я очень часто делаю это, пока еду на работу. То есть у меня с телефона все это тоже открывается. То есть пока я какое-то время нахожусь с дороги, я могу открыть, посмотреть, проверить эти домашние задания. После того, как все разделы пройдены, все 5 разделов. Так, давайте мы сюда вернемся. Курс. Пройдены все 5 разделов. Есть раздел «Истоговая аттестация». Туда тоже студенты заходят и выполняют тест на экзамене. На экзамене выполняется итоговый тест для студентов. Преподаватель может все это посмотреть, сразу все группы, все выполненные задания, все оценки, проставленные за эти задания. Может посмотреть, как студент выполнил итоговый тест. То есть мы сами не проверяем этот тест. Тест проверяется автоматически, и у нас уже здесь стоят оценки. На экзамене можно воспользоваться. Давайте я сейчас попробую открыть. Долговато здесь открывается. Поменяю курс, потому что этот курс у меня уже закрыт. Сейчас у меня идет курс «Теория вероятностей». Я открываю раздел, который мы сейчас проходили, 5. Выбираю практику. Выбираю группу. Вот сейчас ко мне на экзамен должна прийти группа 211-721. И могу посмотреть, как они все все выполняют. Для этого у меня есть просмотр журнала оценок. Грузиться, правда, будет долго. И вот по всем этим, по всем студентам, по всем их заданиям в течение семестра у меня есть полный отчет. И такой способ, он с одной стороны очень хороший тем, что преподаватель экономит свое время. Находясь на экзамене, можно одновременно зараздать всем студентам тесты, они их выполняют. Плохо он тем, что у нас есть достаточно умные студенты, которые открывают сразу несколько гаджетов и без труда проходят эти тесты. И никто не отменяет беседу. В принципе, потом, после того, как студент... А, а, ну вот в итоге теста, кстати, не все студенты такие умные, не все студенты даже умеют списывать. Некоторые студенты даже этот тест не могут сделать. Поэтому уже на этапе теста можно отсечь тех, кто тест не сдал, кто его сдал на два. А потом, если есть какие-то сомнения, чаще всего сомнений нет, потому что в течение семестра студенты с тобой работали, ты примерно знаешь, кто на что способен, ты примерно знаешь их потенциал, что они знают, что они умеют, как они прорешивали задачи. И, в принципе, ты уже готов их оценить по результатам теста. Но если какие-то возникают нюансы, ты можешь задавать вопросы. И смотреть уже, как студенты отвечают, и тоже выставлять свою оценку. Вот сейчас ко мне придет группа, оценки я тоже выставляю в личном кабинете. Это уже другая электронная среда, здесь другой пароль, это только мой личный кабинет. Я открываю электронные ведомости, и здесь у меня есть ведомость, которую я сегодня проставлю оценки. Выбираю свою ведомость. Сегодня 21 число. Вот эта группа сейчас придет на экзамен, протестируется, и здесь я им расставлю оценки, выбрав их из списка. В принципе, уже многие оценки проставлены, потому что автоматы здесь тоже приветствуются. Еще преподаватели говорят о том, что экзамен очень выгоден, ну не выгодно, а экзамен хорош тем, дистанционный экзамен хорош тем, что можно, преподаватель может себя в каком-то мере защитить, потому что экзамен постоянно записывается, в вебинар идет запись. В случае какой-то конфликтной ситуации можно присмотреть эту запись. Конфликтные ситуации бывают очень часто, ну не часто, но бывают, потому что студенты учатся здесь платно, обучение стоит очень дорого. И если студент не сдал по какой-то причине, ну чаще всего потому что не ходил, и студент начинает обвинять преподавателя в том, что он не сдал. Что ему задавали неправильные вопросы, на него давили, его как-то неправильно оценили. И вот тогда вот эта запись экзамена, она является таким, так сказать, методом защиты, ее можно пересмотреть и сделать вывод о том, насколько все было корректно и правильно. Ну такие, повторю, случаи, они нечасты, но бывают, бывают такие случаи. И вот такой механизм здесь разработан. Так, и то, что касается, еще немножечко остановлюсь на такой специфичной теме, как содержание предмета. Как я уже сказала, дисциплина очень объемная, очень много междисциплинарных связей. Какие-то вузы, какие-то преподаватели делают акцент на булевых функциях на одном разделе, какие-то преподаватели делают акцент на теории графов. Какие-то берут за основу теорию автоматов. И вот здесь достаточно по сравнению с преподаванием в Балмановском университете. Здесь вот эти все темы, которые я вам только что показывала, они достаточно... Так, я сейчас отсюда уйду. Здесь у меня ошибка произошла. Немного им. Да, даже лучше. Вернемся в курс. И темы достаточно разрозненные. То есть не очень ярко выраженные связи между всеми этими разделами. Студенты как бы сначала изучают один раздел, потом там небольшие такие связи есть со вторым разделом. Первый раздел – теория множеств. Потом булевые функции. И как-то это все вот идет как несколько просто отдельных тем. И совсем другая ситуация в МГТУ имени Баумана. Ну вот сейчас я перейду, наверное, туда. В МГТУ имени Баумана я уже работаю два года. Но дискретную математику вела только вот первый семестр. И у меня сложилось такое ощущение, что я ее до этого вообще никогда не вела. То есть настолько подход к изучению этого предмета абсолютно отличается от всех, которые были в моем педагогическом опыте до этого. Ну, во-первых, само образование здесь, можно сказать, что очень традиционное. Здесь нет такой привязки к СДУ, но электронная среда, конечно, у студентов есть. Они заходят, они также могут посмотреть лекции. Но ничего дистанционного, никаких дистанционных занятий здесь близко не допускается. Лекции только очно, семинарские занятия, естественно, только очно, экзамены только очно. Причем экзамен, можно сказать, что у них не в конце семестра, а экзаменуются они в течение семестра. Очень строгий контроль за то, как студент учится в течение семестра. Вот сейчас вы видите на своем экране, видите, да, мой личный кабинет в электронном университете. Здесь у меня группы, ну вот здесь можно посмотреть, какие вообще у нас есть курсы. У нас есть аэрокосмический факультет, биомедицинская техника, очень интересные курсы. Вот есть для лиц, для профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями. Я столкнулась с этими студентами в этот раз. С ними, это три студента, которые не очень хорошо слышат и не очень хорошо говорят. С ними есть сопровождающих человек-переводчик. Они сидят на занятиях вместе со всеми студентами рядом. Напротив них сидит переводчик, сурдопереводчик. И поясняет им то, что, допустим, я говорю, а они это плохо расслышали, а некоторые, может, вообще не расслышали. И она им как-то на пальцах показывает, что надо. Часто обращается ко мне, просит побольше писать на доске. Ну, им так, конечно, лучше видно. Ну, и я, когда стала это все выполнять, ее просьбы, я поняла, что и для остальных студентов это тоже полезно. Поэтому стала все свои занятия так и организовывать. И на доске побольше писать, и объяснять побольше, и повторять там несколько раз. Вот, я веду на специальности системы обработки информации управления. Вы видите, сколько здесь групп. Группы все многочисленные. Вот в этой группе еще 22 человека, а вообще есть группы, ну, примерно группы по 30 человек. Маленьких групп здесь практически нет. И вот у меня группа ИУ-5-43Б. Вообще у меня было в этом семестре три группы. Ну, еще коротко остановлюсь, хочу сказать, что везде очень разная нагрузка. Вот в Бауманском университете у меня нагрузка была всего три пары в неделю. Это на полставки. Но к ним огромная подготовка. Все эти 27 человек сдают огромное количество письменных работ, которые я должна поменять. Ну, и подготовка, собственно, тоже очень. Ну, а в Московском политехническом университете там у меня нагрузка была 13 пар в неделю, это на ставку. Очень тяжелая нагрузка, по 5 пар, по 6 пар в день, может быть. И там тоже я должна проверять, соответственно, вот эти все работы. Поэтому нагрузка очень большая. Возвращаемся сюда. Здесь вы видите, у меня есть доступ к дискретным математикам. Здесь модули контрольных мероприятий, семинарские занятия. На семинарских занятиях я должна проставить каждому студенту посещаемость. Вот один синенький прямоугольник означает, что студент был, а два прямоугольника означает, что он активно работал на занятии. В баллах это никак не отражается, но это больше для преподавателя. Он понимает, что студент с ним активно сотрудничал в течение семестра и может какие-то там преференции во время выставления оценок лично от себя добавить. Теперь нужно отметить контрольные мероприятия. Как я уже сказала, в Бауманском университете в течение семестра идет жесткий контроль. То есть они не сдают один раз экзамен в конце семестра. Они обязательно в течение семестра вот такой набор контрольных мероприятий сдают. Одна голубая палочка означает, что задание выдано. Синяя палочка означает, что задание сдано. А красная или зеленая, третья палочка, означает, что задание принято. Красная – это позже срока, зеленая – это раньше срока, а синяя – это в срок. И вот чтобы заполнить эти модули, мне потребуется сначала заполнить таблицу. Сейчас покажу вам таблицу. Так, если я времени много занимаю, вы мне сигнализируете. Потому что я тут могу рассказывать, конечно. Наталья Николаевна, еще минут пять можно. Ну, я уже заканчиваю. Покажу свою таблицу, которую я заполняю на каждую группу. Здесь у них надо выполнить домашнее задание, нужно выполнить рубежный контроль. Два рубежных контроля в течение семестра. Это такая контрольная работа, которая состоит из практического и теоретического заданий. Выполняется очень строго. То есть студенты заходят, оставляют свои сумки, рюкзаки, телефоны, часы где-то в углу класса, достают листочки, ручки, и вот больше у них ничего нет. Ничем пользоваться нельзя. За использование телефонов, за использование любых гаджетов, это тут же удаление с этой контрольной работы. И вы знаете меня, насколько я мягкий человек, но мне, я уже открыла свой счет, уже и бойки ставлю, и удаляю с экзамена, ну, потому что это такая система, и в этой системе я должна вести себя именно так. Вот здесь, что интересно, что нужно обязательно набрать какой-то минимум, иначе задание не будет зачтено. И если студент вот эту таблицу всю с баллами не заполнил, он к экзаменам не допускается. То есть хотя бы одно из контрольных мероприятий не дано, он к экзаменам не допущен. И здесь очень строго, очень много отчисляется людей, у них есть даже поговорка, что вам легко поступить, ну, и легко оттуда вылететь. Особенно на первом курсе очень много людей отчисляется. Но я на первом курсе не веду, у меня второй курс, и там тоже регулярные чистки происходят, все достаточно жестко. Но с другой стороны, я хочу сказать, что дети очень стараются учиться. Вот посмотрите, у меня группа, и вы видите, что они практически все, ну, вы видели по семинарским занятиям, что они все ходят, практически все ходят. Они все работают, они все сдают, постоянно, здесь не расслабишься никак, постоянно поступают вопросы, они пока все у тебя не выяснят, все не выспросят, ты с этого занятия не уйдешь. И подготовка, конечно, очень большая. Ну, и коротко осталось, наверное, две минуты. Хочу сказать о содержании. Содержание совсем другое. Здесь идет очень большая базовая подготовка. Очень большой привлечен математический аппарат для объяснения этой дисциплины. Теория поля. И на этой теории поля строятся все остальные посылки к тем же самым темам, но преподавание совсем в другом ключе. То есть вот у меня есть план, по которому я должна вести эти занятия. Также я должна прочитать именно ту лекцию, которая должна быть в этот момент, дать именно те задания, которые должны быть в этот момент. Лекции все у меня есть, вот они. Остается только их изучить, понять, о чем там речь. Ой, извините, никто нажала. Понять, о чем там речь и изложить. С одной стороны, это большое подспорье, а с другой стороны, все это понять, это тоже очень огромный труд. Я пользуюсь и учебниками, и хожу на занятия к другим преподавателям, чтобы понять, о чем речь. Потому что я на таком уровне дискретную математику никогда в жизни не видела. Ну, потихонечку стараюсь. что-то у меня получается, что-то не всегда получается, но жизнь борьба, и, в общем, приходится делать то, что нужно делать. Так, ну вот, наверное, тогда я на этом закончу. Спасибо, Наталья Николаевна. Вопросы. Так, я хочу демонстрацию остановить. Наталья Николаевна, спасибо большое за интересный доклад, даже обзор всех информационных систем, где вы работали. Меня вот заинтересовал момент с электронными ведомостями, которые вы нам показывали. То есть фактически вы подписываете электронную ведомость и потом уже бумажную не заполняете. Я правильно вас понял? Нет, я не заполняю уже больше ничего. То есть там какая-то... Там электронная подпись есть в этом университете, у них своя разработанная, я к этому руку не прикладывала. И, то есть мне достаточно после заполнения нажать на кнопку, что все заполнено, и она автоматически уходит. Да, это очень интересное решение. Но я тоже такие решения уже видел, не первый раз на конференциях. Это все во время пандемии. На самом деле многие вузы доработали. Нам надо такую вещь тоже у себя в университете внедрять. Берем на вооружение. Спасибо вам. А, еще один вопрос. Вы говорили про проведение занятий в онлайн-режиме. Это значит, что оно полностью целиком в онлайн? Или там прямо у вас аудитория оборудована, где можно проводить и оффлайн, и одновременно онлайн транслировать? Ну, аудитория – это эти занятия онлайн, они в Мосполитехии, там толком ничего не оборудовано, нужно приносить свой ноутбук. Ты можешь принести на занятие ноутбук, включить Zoom, и у тебя студенты могут и присутствовать в классе, и где-то там. Это приветствуется, но не обязательно пока. Но скоро будет обязательно. То есть как бы там это… Ну, просто там при этом вы говорили про видеозапись и так далее, мне показалось, что если видеозапись и прочее, там что-то университет предоставляет. То есть… Видеозапись, я говорила, видеозапись ведется экзаменом, и студент открывает… А, университет открывает вебинар, и вебинар ведет эту запись. Но экзамены я все принимаю из дома. А там система какая? Своя или вебинар.ру? Там что они используют? Вебинар.ру, они там все. Понятно, понятно. Ну, мы тоже такую систему покупали, она достаточно дорогая. То есть у нас в год там сколько? 150 одновременных подключений. Но сейчас они доработали, конечно, там можно и как в Zoom работать, но все равно в год. До этого вот мы платили во время пандемии там миллиона-полтора за подписку. И то как бы на все эти ресурсы нам денег не хватало. Спасибо. Ну, тогда, дорогие коллеги, я очень рада вас всех увидеть, хотя где-то далеко вы там сидите. Наталья Николаевна, еще от Татьяны Владимировны вопрос. Зачетные книжки тоже в электронном формате? Зачетных книжек студенты не видят. У них их нет. И я их тоже не вижу. Вообще их нет. Ну, может, они где-то есть. Но их нет ни у примеров. Яна Сандаликова, она еще спрашивает. Вот эта электронная таблица, она какой-то платформе не привязана? Нет, электронная таблица, она сделана в Excel со всеми макросами, то есть там автоматические подсчеты и так далее. Очень много всяческих фишечек. Но я эту таблицу должна заполнить и сбросить на кафедру, на Яндекс.Диск. У нас там специальная папка. Их периодически проверяют, что они заполнены. И они там хранятся. Вот я ее заполняю, должна вовремя сбросить. Спасибо большое, Наталья Николаевна. Очень интересно. Можно еще вопрос? А еще хотим? Наталья Николаевна, Димов Алексей Владимирович, Иркутский университет. Против сообщения. Вот про электронные зачетные книжки все-таки еще хотел уточнить. Во всех университетах, которые вы описывали... Это единственный Мосполитех. У них электронные книжки. Во всех других нет такого. Это я первый раз. Других обычных, да? Да. Бауманки вообще все по старинке. Они против этих всех нововведений. У них очень жестко все очно. Зачетная книжка очно. Не дай бог там не так ее... Ну, то есть студент на экзамен должен с ней прийти. Если он без нее пришел, ты экзамен не принимаешь. Мне уже наказывались. Я разгильдяйка, вы же помните. Ну, в общем, все очень строго. Никаких там дистанционных даже близко нет. Спасибо. Наталья Николаевна, большое спасибо. Мы вам желаем успехов и ждем гостя. Спасибо. Так я можно выйду, потому что у меня экзамен сейчас начинается. А, конечно, удачи вам. Всем до свидания. Спасибо. Всего доброго. Продолжение следует... Коллеги, добрый день. Меня слышно, видно? Презентацию видно? Да. Да, все слышно, видно. Еще раз добрый день, коллеги. Сергей Валерьевич, все участники. Очень рад тому, что пригласили меня поучаствовать в этой конференции. Вдвойне рад, потому что являюсь выпускником Бурятского государственного университета 2002 года Институт математики и информатики. Еще более того, тема моего дипломного проекта в 2002 году звучала... Дословно ее не воспроизведу, но смысл был по внедрению системы дистанционного обучения ГИКОДЕМ. Тогда это иркутская разработка в процесс обучения Баглаев Игоревич. Руководитель у меня был. Проработал я многое время в интернет-центре. В этом смысле имею некоторое отношение к Бурятскому государственному университету. Очень рад здесь присутствовать еще раз. Попросили меня коротко рассказать о том, каким образом и что происходит в области цифровизации образования в Иркутском университете путей сообщения. Понятно, что период пандемии интенсифицировал все процессы по использованию информационных технологий в образовательных процессах. При этом сам этот период позволил выявить и положительные, и отрицательные стороны такого дистанционного полностью дистанционного режима обучения. Часть на текущий момент механизмов, которые использовались в этот период, прижились и остались с нами. Часть, соответственно, не прижились. Какие-то механизмы, инструменты были переосмыслены и вот сейчас в новом формате возможно возвращаются и внедряются в образовательный процесс, в том числе нашей образовательной организации. Элементарный пример приведу из своего опыта по профилю, учитывая, что математический в Культет заканчивал в виду дисциплины близкие к математике, дискретную математику, в том числе и вопросам математического моделирования, имитационного моделирования. И дисциплины эти, как правило, требуют неких выкладок в процессе на доске, что не всегда это легко и просто и показательно переносится в презентации классические, как мы их привыкли с вами понимать. Поэтому буквально один или два месяца помучавшись мышкой и подготовкой презентации вот в первый самый начальный период пандемии пришел к выводу и пошел, купил себе простейший графический планшет, который на самом деле на рынке уже там не одно десятилетие присутствует, но никогда руки до него не доходили. Купил планшет, попробовал с использованием так называемых whiteboard получилось совершенно замечательно, сразу сильно улучшилось качество проводимых занятий и время уменьшилось на объяснение одного и того же. Ну и вот такой простейший пример, мы потом впоследствии целую партию таких графических планшетов закупили уже официально в университет и на соответствующие профильные кафедры, где такая необходимость есть, такие планшеты были розданы. Понятно, что пандемия закончилась, казалось бы, планшет можно закинуть на полку, но на самом деле с тех самых пор на каких-то рабочих совещаниях, где есть необходимость пообсуждать или может быть даже порисовать на презентации, планшет периодически используют. У нас с точки зрения таких остаточных эффектов по образовательному процессу в онлайне остались большая часть консультаций, общения со студентами и в этом смысле какие-то нюансы также можно пояснить с использованием такого простого давно присутствующего инструмента, об котором ранее, скажем так, я в этом ключе никогда не задумывался. Но это просто как такой небольшой пример. Текущие вызовы связаны с геополитической обстановкой, в том числе новые вызовы нам предоставляют в части импорта замещения как аппаратной части, так и программной, которые используются в этих процессах. Соответственно, более детально чуть позже коснусь уже непосредственно в докладе. Ну и коротко опишу то, как организовано внедрение информационных цифровых технологий образования не только непосредственно в процесс образования, но и в администрирование. То, как у нас что происходит, коротко покажу. Слайды листаются? Да, достается. Все хорошо. Спасибо. Ну вот на первом слайде здесь представлено, если по центру слайда смотреть, коротко, у нас отдельно проректор по цифровым технологиям в университете присутствует Сачков Дмитрий Иванович. Алексей Владимирович, извините, вы можете полноэкранную презентацию у вас рабочим? Все понятно сейчас, секунду. Не видно ничего. Так, да, да. Так лучше запустилось? Да. Да, да, да. У проректора по информационным технологиям, по цифровым технологиям в подчинении управления информатизацией, здесь структура управления информатизацией представлена, большое количество отделов, включая отдела разработки, мы пошли по пути, когда все-таки оставили большую часть информационных систем в университете самописными, то есть большая часть информационных систем написана непосредственно нашими сотрудниками, есть подход другой, да, есть системы по типу 1С университет, да, которые внешние по отношению к университету, но при этом каждую такую систему, как правило, надо достаточно плотно и объемно дорабатывать и настраивать под конкретные процессы внутри образовательной организации. Значит, ну, здесь единственное, может быть, хотелось бы заострить внимание многофункциональный центр университета, это текущий проект, который пока до конца не реализован, предполагается организация так называемого одного окна с точки зрения предоставления различного рода услуг в этот многофункциональный центр университета, как вот мои документы сейчас в центре организуются, да, с точки зрения предоставления государственных услуг, что-то подобное пытаемся реализовать в университете. Понятно, что это также достаточно сильно влияет на организацию цифрового пространства, информационного пространства внутри университета во взаимодействии, во взаимосвязи различных информационных систем, зачастую, ну, учитывая, что процесс разработки достаточно длительный, какие-то системы уже может быть, даже не одно десятилетие присутствует в университете, все это потихоньку трансформируется, объединяется от эгиды единой информационной системы. Основные задачи, которые мы для себя сейчас выделяем в части внедрения цифровых технологий, это все-таки не чисто дистанционное, а смешанное обучение, мы так видим, то есть объединение различных форм обучения, не исключая очное присутствие, хотя частично у нас есть полностью дистанционные курсы для подготовки школьников к ЕГЭ, к примеру, в рамках профориентационных мероприятий. Что касается повышения института, повышения квалификации, там также более глубоко, так скажем, проникли дистанционные формы обучения полностью. С точки зрения классического подхода здесь все-таки больше смотрим в сторону смешанного. Импортозамещение уже сказал, цифровизация обязательный вопрос кибербезопасности, учитывая все большее проникновение этих вопросов в такие важные процессы. Развитие человеческого капитала, преподавательского состава, ну и вступление и организация различного рода консорциумов, потому что есть понимание, что одному университету в таких глобальных процессах цифровизации практически, наверное, не справятся, поэтому здесь необходимо объединение усилий различных структур и организаций. Здесь на слайде представлены основные вызовы и проблемы, которые мы видим, развитие инфраструктуры IT, вопросы и проблемы управления данными, которые накапливаются, и вопросы анализа больших данных здесь лежат, внедрение новых цифровых продуктов и услуг и развитие кадров непосредственно. Если говорить про IT-инфраструктуру, здесь коротко представлена такая упрощенная схема организации сети университетского комплекса. У нас есть филиалы в Чите, у нас есть филиал в УАНД техникум железнодорожный, у нас есть подразделения и обособленные подразделения в Иркутске, тоже среднее профессиональное образование, у нас есть филиал в Красноярске. Ну, соответственно, вопрос организации сети, ну, такой не самый простой, с использованием ВИПНЕТ координаторов в сети объединяются, кроме того, показано согласование с подключением внешних сетей, внешних сетей, внешних каких-то сервисов федеральных органов, ну, в общем, таким вот образом организована сеть у нас. Если говорить про архитектуру информационных систем университета, ну, вот здесь опять же очень так упрощенно представлена организация, то есть мультиплатформенная, мультисервисная предполагается архитектура, а информационная система Airbus, то есть мультисервисная, микросервисная, то есть отдельные сервисы, то есть представляется некоторая базовая часть, да, которая представляет API определенную, да, и уже отдельные какие-то задачи, вопросы, сервисы, модули могут разрабатываться, в том числе сторонними разработчиками, у нас студенты привлекаются, в том числе к процессам каким-то, которые дозволительно, скажем так, увести на разработку студентов, к разработке каких-то модулей, которые, возможно, им более удобны, там, например, у нас такой проект есть с расписанием, да, часто бывает так, что мы свой сервис по представлению расписания в личном кабинете, еще где-то на сайте представляем, ну а студенту так получается, что удобнее работать в телеграме и, соответственно, расписание в телеграме иметь, соответственно, если есть API-доступ к распределению нагрузки и вот расписанию непосредственно, то студенты сами, в том числе, такой бот, телеграм-бот могут написать и подключаться к ним, получать доступ к расписанию в какой-то более удобной для себя среде. Кроме того, показано здесь сопряжение с внешними информационными системами и сервисами. Уже сказал, что мы пошли по пути все-таки самостоятельной разработки большей части своих информационных систем. Понятно, что какие-то внешние и сторонние сервисы также присутствуют. в этом ключе мы вышли с инициативой по созданию консорциума вузов с целью разработки открытой информационной системы для автоматизации деятельности образовательных организаций. вот здесь на этом слайде представлена укрупненная схема взаимоувязки сервисов с единой информационной системой нашего университета. Видно, что сервис госслуг все большую роль начинает играть, и сейчас через него можно подать заявление, заключить договор об образовании, в следующем году планируем в том числе подписывать выпускные квалификационные работы через госключ, организовать заселение в общежитие и также заключение договоров на проживание, то есть через сервисы, которые предоставляются в том числе государством. В период пандемии также у нас полностью ведомости были переведены в электронный режим, то есть в личном кабинете преподаватель заполняет, выставляет оценки, в личном кабинете студент может заказать так называемый бегунок, электронный экзаменационный лист, который появляется в личном кабинете преподавателя, преподаватель в него проставляет, то есть вот такие аналоги бумажных изначально технологий сейчас полностью у нас в электронный вид переведены, в том числе и процесс согласования выпускных квалификационных работ также полностью автоматизировано, единственное, что вот именно подписывание выпускных квалификационных работ с точки зрения подписей, он тоже был реализован на базе нашего внутреннего удостоверяющего центра, но видим сейчас, что все-таки надо усиливать вот этот момент и на госключе предполагается переход здесь с точки зрения подписания выпускных квалификационных работ вот теперь собственно непосредственно про цифровых технологий в образовательном процессе частично уже я проговорил то, что использовалось кроме того в период пандемии у нас была закуплена студия самозаписи с прозрачной доской, на которой можно было либо непосредственно лекции читать, но это все-таки занятость большую организовывала этой аудитории одной и не совсем удобно было в большей степени конечно использовалось для подготовки каких-то видеопрезентаций видеолекций где можно было непосредственно как с обычной доской работать кроме того если говорить про импортозамещение учитывая текущую ситуацию также большой пласт здесь работ проходит но в частности учитывая что у нас основной все-таки упор на подготовку инженерных специальностей программный продукт автодеск автокад к примеру да сейчас достаточно уже плотно заменяется на разработку отечественную нанокад компанина нанософт дальше матлаб да есть по крайней мере в части модуля симулинк используется отечественная также разработка симонтек с точки зрения имитационного моделирования ну такой условно российский программный продукт аналогик в реестре российского программного обеспечения к сожалению не состоит но позволяет вопрос имитационного моделирования в том числе железнодорожной тематики учитывая что УС у нас такую специфику имеет пользуемся не лоджик хотя разработка это изначально российская вот что еще с точки зрения инженерного анализа программных комплексов инженерного анализа компьютерных у нас центр компетенции был компанией MSC Software в этом смысле также вступили в консорциум и взаимодействие налаживаем с Росатомом есть у них программный продукт Logos который в том числе вот вопросы моделирования инженерного анализа математического моделирования достаточно достойный продукт здесь показывает и переходим в том числе на эти рельсы дальше в 2021 году у нас на базе университета была организована стартап школа цифра стартап школа с одной стороны достаточно четко позиционирует это структурное подразделение но не все так просто понятно что в этом подразделении проходят у нас различные акселерационные программы для студентов где они могут свои проекты представить доработать довести до некоторого уровня готовности и дальше уже предлагать либо защищать может быть ВКР в виде стартап как диплом но в том числе часть проектов которые даже студенты также в этом подразделении делают либо непосредственно наставники которые задействованы это и проработка в том числе новых методов и технологий для именно образовательных технологий да это вопросы VR VR виртуальная реальность дополненная реальность здесь вот часть проектов представлена либо просто ссылки на видеоролики которые показывают тот или иной момент реализованный то есть возможность с использованием соответствующего оборудования поработать либо в локомотивном депо ну так вот опять же учитывая нашу специфику хотя она не только этим ограничивается да разобрать какие-то детали посмотреть детализировать попробовать запустить там локомотив полностью весь процесс провести непосредственно в реальной виртуальной реальности прежде чем переходить даже на реальные тренажеры тем более на непосредственно производство организация 3D-туров по нашим в том числе лабораториям возможность совместно прорабатывать использование виртуального пространства с нескольких устройств для коллективной работы ну и варианты дополненной реальности для стандартных раздаточных материалов или учебников где можно наведя камеру смартфона посмотреть покрутить какие-то элементы подвижного состава пример с разных сторон рассмотреть разобрать опять же увеличить какие-то детали дальше ну и часть просто проектов в разной степени готовности которые у нас либо реализованы либо в настоящий момент реализуются вот в частности разработка студенческая телеграм-бот для организации опросов различного рода в целом по вузам Иркутской области на этой разработке у нас опросы проходят к примеру там различные наркотические направленности которые мы обязаны проводить ну и для своих целей в том числе эту разработку используем телеграм-со авторизации там с привязкой к специальностям к группам если надо это организовать то есть некоторая такая система которая не только сам телеграм-бот но и обвязку к нему предполагает с точки зрения формирования опросов быстрых оперативных когда надо в небольшой период достаточно большой опрос нескольких тысяч студентов провести ну и для студентов это более привычно иногда бывает автоматизация формирования выставления РПД ФОС на сайт так называемый шаблонизатор не знаю как у вас организованная эта процедура но много проблем возникает с актуализацией постоянным обновлением доработкой этих обязательных составляющих образовательного процесса в этом смысле автоматизируем его максимально чтобы уменьшить ручную трудность про МФЦУ сказал проект в стадии скажем так внедрения сейчас находится ну и стартап как диплом в прошлом году у нас два таких диплома было защищено в этом году по-моему там двоюне пяти уже предполагается учитывая что два года подряд мы выигрываем грант на акселерацию в рамках платформы НТИ там прямо обязательства по 50 по 70 проектов запускать студенческих но часть из них дорастает до по крайней мере такого результата так ну в целом по докладу у меня все готов ответить на вопрос спасибо за внимание можно вопрос Алексей Владимирович да вот контроль и оценка учебной деятельности студентов вы подошли к использованию цифровой аналитики в учебном процессе ну аналитики в каком смысле то есть ну хотя бы рейтинг формировать хотя бы элементарно вот используя вот смотрите у нас да вот этот проект на слайдах отражен не был да но больная такая тема для нас это вот цифровое портфолио ну по сути понятно что туда собираются у нас информационная система позволяет аналитику по успеваемости проводить там систему деканат отдельно в каждом деканате установлена своя тоже самописанная она выходит во взаимосвязи с личными кабинетами преподавателя студента дописываются модули там возможности трансляции части образовательных образовательных результатов родителям как пример но это отдельный вопрос вот с точки зрения портфолио есть пока здесь наверное недоработки с точки зрения ранжирования положение на самом деле такое даже есть уже в электронном портфолио со всеми результатами со всеми взаимосвязями с выходом на различного рода и уровня стипендий для ранжирования по показателям но вот именно портфолио пока у нас к сожалению в том виде в котором хотелось бы не работать то есть достижения свои студент может выставлять в личный кабинет успеваемость фиксируется все это есть но не так как может быть пока еще хотелось бы спасибо спасибо что-то проработал деканом долгое время вот почему предыдущий вопрос тоже задавал про электронную зачетную книжку ну вот прям очень хотелось бы тут вопрос нормативной базы как от нее избавиться от бумажной или зачетной книжки с которой очень много вопросов по заполнению бывает особенно когда студент уже подходит к выпуску скажите пожалуйста у вас сетевые программы образовательные существуют можно участвовать ну вообще интерес в реализации сетевых программ обучения точно есть это вопрос конечно больше про ректора по учебной работе вот интерес есть дальше вопрос обсуждения формы вариантов взаимодействия спасибо просто нам интересна некоторая дисциплина что сейчас хотелось бы сотрудничать с вами ваш милый я хочу сказать по поводу сетевых мне кажется вы же подведомственной вуз нормативной базе как раз ну реально такой сетевой формально сделать это наверное проблематично надо изучать надо изучать вопрос потому что мы отраслевые вузы мы в подведомстве на федеральном агентстве железооруженного транспорта на самом деле наверное жестких ограничений здесь нет но изучать потому что у нас например вот между транспортными вузами вопрос сетевого взаимодействия особенно те вузы которые прошли в программу приоритет 20-30 они так явно тоже звучат спасибо можно очень рад содержательный был доклад определенных успехов достиг я должен сказать что его старший брат Кирилл Владимирович был разработчиком первой версии сайта БГУ а также по моему эскизу он нарисовал все время вот этот логотип БГУ который сейчас используется во всех этих ну прошу передать вам привет спасибо и дальнейших успехов спасибо Игорь Ильич Вопросы коллеги будут не дальше пришел до следующего выступления Баир Зарик Ильич Дармая преподаватель института института математики информатики в свое время также обучался на факультете там же в 2009 году и вот закончил сейчас вот будучи уже скажем так будучи преподавателем вот пригласили выступить к вам за что очень благодарен ну давайте приступим так ну я немножко уточнил свой доклад там было об особенностях локализации на брятский язык ну по факту тут я бы хотел сегодня поговорить об особенностях локализации программного обеспечения на примере брятского языка то есть какие здесь проблемы затрагиваются то есть если мы все вспомним что такое электронный текст я думаю все мы сталкиваемся с ним так как есть электронные устройства и прочее вот с чего все началось началось с того что в свое время с появлением телеграфов и цифрового передачи цифровой передачи данных появилась необходимость каким-то образом кодировать текст ну если вы знаете да я думаю все здесь присутствующие точно знают что у нас цифровой вид это единица и ноль то есть бинарное исчисление очень хорошо подошло к цифровому формату так вот извиняюсь у вас звук отключен алё сейчас слышно да сейчас слышно то есть я вообще ничего не было слышно до этого нет начало все было слышно все хорошо меня кто-то замутил да так ладно смотрите электронный текст это последовательность единиц нулей и для того чтобы вот на примере допустим блокнота да чтобы отобразить вот эти единицы нулей как текст видимо для нас программе нужно ну там вот есть техническая часть внутренняя кухня так скажем что происходит тут у нас участвуют такие штуки как кодировка то есть вот тут последовательность нулей и единиц у нас соответствует с какой-то кодировкой таблицей кодовой таблиц еще другими словами у нас происходит преобразование на основе какого-то шрифта преобразование этого текста в видимый для нас привычный вид потому что для компьютера это все единицы нулей как бы вот это собственно вот эту тему я хотел бы чуть-чуть подробнее раскрыть что такое электронный текст да это вот разработчики в свое время ну в компании если уж конкретно говорить в компании Bell Laboratories которые были локомотивом скажем так трансформации мира в цифровой вид у них вот они в начале продвигали и развивали в сторону телефон телеграф Bell если что Bell Labs да я думаю все знают это в Америке одна из ведущих очень с богатой историей компании которая являлась собой ну внесла с собой наверное развитие вообще электронной цифровой индустрии так вот все начиналось у них с того что они в телеграфе им нужно было каким-то образом передавать текст с одного с одного места с одной точки в другую точку вот они создали такую вот таблицу ASCII American Standard Code for Information Interchange что это такое это у нас просто таблица где договорились что вот какой-то цифры вот левый столбец это вот наше привычное десятичное исчисление второй столбец это шестнадцатиричное исчисление и какой-то символ то есть мы какой-то цифре договариваемся между собой там программисты говорим что вот все вот такая таблица вот такой цифре соответствует допустим данный символ и так как это было в эпоху вообще зарождения всего этого IT так скажем американцы были на передовой первопроходцами скажем так и вот первые 127 символов они закрепили за собой за своими символами они конечно постарались там максимально чтобы это было интернационально скажем так ну это я вот забегаю вперед ну вот желтая часть допустим да это вот все первые 127 символов это так называемый ASCII код дальше уже по мере развития IT индустрии в каждой стране люди и программисты там старались как-то вот использовать второй второй ряд знакомест почему такое почему поделение на две таблицы скажем так произошло да потому что в свое время при начале разработки в становлении языков программирования у нас был использован один байт всего лишь один байт для того чтобы хранить любой вот код любой символ и в итоге в одном байте максимум мы можем хранить всего лишь 255 символов FF в 16-ти личном исчислении то есть и получается что так как все в то время все программисты скажем так компании использовали однобайтовые кодировки то естественно в каждой стране вот это свободное пространство начиная с 128 символа по 255 каждая страна использовала в свою скажем так пользу ну так вот было в то время было очень много созданных таких однобайтовых кодировок вот одна из самых распространенных это Windows 1251 которую мы все знаем да из операционной системы Windows эта кодировка была по-моему разработана в компании Microsoft также вот COI 8R я думаю многие здесь скажем так мастодонты знают про эту кодировку тоже эта кодировка была распространена больше в Linux среде Unix Linux тут также немножко чуть по-другому ну логика такая же и OEM 866 да это IBM кодировка она была создана для операционной системы MS-DOS если кто помнит тоже она преимущественно использовалась вот эта кодировка для русского языка дальше что произошло в мире естественно вот при таком подходе когда мы используем 255 символов всего лишь то есть один байт для хранения одного символа естественно возникли большие проблемы потому что если мы хотим допустим какой-нибудь ну скажем русский текст отправить в Америку или там в Европу допустим в Германию то они уже у них для них была большая проблема прочитать такой текст они должны были знать в какой кодировке мы закодировали текст и попытаться в своем в своем программном обеспечении если оно еще поддерживает эту кодировку попытаться отобразить русский язык естественно там был очень большой скажем так хаос и в то время в текстовом редакторе невозможно было одновременно использовать допустим русский язык и китайский язык или там символы санскрита с европейскими языками то есть просто была банальная проблема в том что не хватало одного байта не хватало для хранения всех письменностей в итоге большие компании такие как Microsoft Apple Google Adobe в то время Google не было Adobe Microsoft еще несколько там компаний я уже не помню точно создали пришли к такому консорциуму Unicode консорциум то есть они создали такое понятие как универсальное Universal Charakter Set то есть они попытались все существующие символы в мире каким-то образом также составить таблицу только уже всех существующих языков письменности сюда даже входит нотная грамота сюда же входит санскрита символы или какая-нибудь арабская вязь или монгольская вот эта вертикальная письменность то есть все вот эти символы были проработаны и здесь конечно же уже больше было все продумано вот например вот Universal Charakter Set да английское слово Hello выглядит вот таким вот образом то есть 48 65 6C 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 6F прелесть Unicode еще была в том что они когда создавали вот эти знакоместа первые 127 символов они также сохранили ну как вот то есть это аские символы первые 127 а дальше уже пошло скажем так по степени популярности языка наверное так скажем было добавлено пространство новых символов вот здесь вот пример того как бурятские вот символы на самом деле это я могу сразу вам уверить вас это не только в бурятском языке они используются это и в казахском и в башкирском и в монгольском допустим вот есть вот этот о буква и г которые по-бурятски читаются г они ее назвали capital letter ш ну и собственно вот их представление кстати в монгольском языке буквы г нету у них только у и о это так забегая вперед так вот на основе того что они создали вот такую универсальную таблицу символов дальше были созданы кодировки так называемые Unicode Transformation Format это то есть то как текст вот эти символы вот эта последовательность будет кодирована в каких числах и как это будет в внутренней кухне происходить для трансформации всего этого текста в итоге консорциум создал несколько таких вот кодировок UTF-8 UTF-7 ну она сейчас уже считается deprecated то есть это устаревшая UTF-16 UTF-32 самое большое распространение сейчас на сегодняшнем момент получила конечно же UTF-8 потому что она всех лучше экономит скажем так место для хранения такого текста UTF-16 допустим они договорились уже хранить для одного символа вот 16 бит или 16 байт я могу ошибаться извиняюсь я волнуюсь немножко но если что там все ссылочки есть можно прочитать все подробности так UTF-8 дальше ну как я сказал да серебряные пули в текущем мире это UTF-8 все популярные текстовые редакторы и в этот допустим тот же Zoom который мы сейчас используем они все по внутренним под капотом скажем так используют UTF-8 дальше ну вот статистика небольшая да на сегодняшний день там из самых свежих данных я вот из Википедии брал 97,9% всех веб-сайтов в мире используют UTF-8 кодировку 95% всех стран языков мира которые в электронном виде присутствуют в интернете они тоже используют UTF-8 то есть это можно сказать уже самый стандарт для интернационального взаимодействия скажем так дальше я бы хотел раскрыть вторую часть это шрифты скажем так раньше в 90-е годы вот начиная где-то с Windows 2000 Windows 2000 дальше XP дальше что было-то ну я уже подзабыл ладно в общем начиная с 2000-го Windows уже Microsoft компания создала нам стандартной поставки с офисами с самим Windows очень много шрифтов у которых уже была поддержка и не кодовых символов ну в данном случае вот помните да вот эти вот я специально шрифты подобрал которые всем я думаю известны из офиса это Arial Coverer New и Times New Roman сейчас в современных версиях офиса еще продвигается шрифт как же он назывался-то Calibri по-моему Calibri да ну я здесь его не успел добавить ну и как вы можете видеть уже в те годы во времена Windows 2000 спокойно можно было видеть отображать наши скажем так бурятские символы и не только так ну и современных решений для шрифтов где можно подобрать себе красивый какой-нибудь шрифт естественно что первое что приходит в голову это Google Fonts то есть вот заходите на fonts.google.com выбирайте раздел Kirillik Extended и можно уже проверять ну я в качестве примера здесь написал на побрятский фразу так вот и если вы как мы можем наблюдать здесь все замечательно отображается так дальше ну я хотел тут небольшую такую добавление сказать у вас у всех Windows есть очень классный инструмент называется CharMap и здесь вот можно выбрать шрифт выпадашка будет и вы можете сразу здесь посмотреть какие символы в данном шрифте вам доступны аналогичные инструменты конечно же есть и на macOS и на Android по-моему и в Linux но я на сегодняшнее выступление не стал сильно копать скажем так если вам надо будет я думаю вы сможете на основе CharMap загуглить так дальше вот такой бонус приятное сегодняшнее выступление наверное это я здесь написал скажем так предоставил такую пошаговую инструкцию как включить бурятскую клавиатуру в Android если кто не знал в операционной системе Android сейчас есть поддержка прям бурятской клавиатуры вот собственно сейчас продемонстрирую можете даже сейчас со мной прям взять телефон и попробовать вот это все проделать то есть заходим в настройки телефона дальше вот расширенные настройки в расширенных настройках у вас будет что-то подобное здесь вы выбираете язык ввод дальше в языках ввода вы выбираете текущую клавиатуру она должна быть у вас Gboard по умолчанию щелкаете не сюда а управление клавиатурами да щелкаете управление клавиатурами дальше у вас будет как раз список клавиатур у меня на телефоне много всяких разных клавиатур ну вам надо выбрать Gboard в итоге вы провалите все в такую настройку здесь вы выбираете языки и здесь вам будет предоставлена возможность добавить какой-то язык нажимаем лупу набираем язык вот я набрал бурятский и вот как вы можете наблюдать наша скажем так клавиатура уже в компании Google создана вот выбираем допустим Бурятский Россия здесь вот готово и у вас должен среди списка языков отобразиться брятский язык ну и теперь вот в качестве примера приятный бонус очень хороший бонус я вам сказал здесь когда вы будете набирать текст ну в данном случае на примере телеграм всем известного мессенджера я пытаюсь написать какое-то слово я написал Bayer и здесь сразу идет подсказки вы можете даже выбирать там тексты какие-то то есть там он достаточно такой умный и он вам даже будет подсказочки делать какие слова можете набирать так скажем 9 т9 на брестской языке уже доступен дальше ну то же самое для ios у меня к сожалению айфона нету но это вот у меня был в наличии уже на айпад вот здесь то же самое идем в настройки клавиатура там здесь также клавиатуры русско-английский здесь сновил клавиатуры к сожалению на сегодняшний момент я тоже должен вынужден вам сказать что компания apple не добавила бурятский язык в свои вот клавиатуры тут нету к сожалению бурятской клавиатуры но есть как альтернатива казахская я еще еще есть скажем так башкирская клавиатура вот у башкирской и казахской клавиатуры очень примечательная что в них примечательное то что все знаки все вот русскоязычные буквы они на тех же местах то есть она очень привычна вот если вы можете заметить здесь обладает десятипальцевым методом все буквы на тех же местах но цифровые вот заменяются дополнительными символами то есть здесь вот есть наше о а у то есть вполне себе можно использовать ну тут использованы материалы в общем как-то так спасибо большое спасибо за внимание спасибо наше чате сейчас написать да вы можете в гугле сейчас написать бурятский словарь и он вам первая ссылка первые две ссылки там бурланг будет мы с другом разрабатывали спасибо ладно всем спасибо за внимание очень приятно было с вами можно одну реплику я хочу поблагодарить разработчиков ну вы же продолжаете дело Байр Маратовича Степанова по сути на таком высоком уровне хочу поблагодарить что вы продолжаете это дело я думаю вы как-то его имя там учитываете в своих разработках вспоминаете да ну знаете расскажу историю наверное да я будучи студентом действительно с Байр Маратовичем нам приходилось работать в области бурятского языка и мы вот с Байр Маратовичем в свое время разрабатывали вот словарь было дело и там нанимали студентов прямо совместно с Байр Маратовичем и Макаровой Ольгой Гармаевной и мы помню да привлекали студентов для работы они вот корректировали тексты вбивали прям вручную это все было действительно но вот честно вам скажу любовь там была интересная ситуация до нас вот мы впервые вот с этим проектом выступили вот с балатом на республиканском конкурсе грантов фестиваля грантов там был по айти что-то такое мы вот словарем выступили и выиграли и вот после этого естественно к нам внимание там в прессе в газете что-то везде и вышли на нас родственники Баир Маратовича и мы вот с Ольгой Гармаевной все объясняли говорили что мы не использовали Баир Маратович труды в этом то есть у него действительно мы вот работая с Баир Маратовичем там действительно уже был создан словарь там был создан вот эти вот студенты набили эти все все дела но все эти наработки они остались у Баир Маратовича на компьютере и там все это осталось их семье сыну его по-моему там мы вообще как бы тогда сразу предупредили что мы экологично это все делаем конечно если бы мы использовали наработки Баира Маратовича я бы стопроцентно везде мы это все обсветили и написали поэтому Любовь Жоповна тут вот такая ситуация интересная конечно я вообще имела ввиду что вы просто параллельно мы продолжили эту работу потому что очень много было ну много надежд возлагалось поэтому это главное да светлое имя Баир Маратовича я конечно буду чтить если что как при возможности я всегда говорю что да действительно Баир Маратович если бы не он я бы наверное не занимался этим всем сейчас так что где-то на небесах я его благодарю да так я переводю к последнюю нашу докладу Александр Жанглевич что преподаватель правед транспортированных систем для университета допустим стыльного интеллекта и стекл математики и информатики и университета и университета и университета или год назад в городе и университета Добрый день, уважаемые коллеги. Я вижу очень много студентов. И коллег из другого ВУЗа тоже приветствую. Сегодня вынес такую тему на доклад. Это цифровая деятельность преподавателей университетов и университета контроль и оценка учебного процесса. Цифровая трансформация в целом получается процесс внедрения организации цифровых технологий, сопровождаемым оптимизацией систем управления основными техническими процессами. Ну и все понятия и определения в условиях, то есть у нас именно в образовании, если учитывать, то можно подчеркнуть у таких авторов, как Ирина Виновьевна Роберт, Владимир Георгиевич Блинов и Светлана Валерьевна Паниковой. Суть цифровой трансформации образования стоит в том, чтобы каждому были достигнуты необходимые образовательные результаты за счет профессионализации образовательного процесса, включая применение искусственного интеллекта, средства и струальной реальности, развитие учебных заведений в цифровой среде, обеспечение общедоступного полосного доступа к интернату, ну и работу с большими данными. Ну и здесь на слайде показаны основные задачи цифровой трансформации образования, они описаны более подробно у данных авторов, поэтому можно будет их, давайте я их, наверное, озвучу, да, анализ состояния отечественного образования при переходе к цифровым технологиям и проблемы вызваны этим переходом. Уровень компетентности преподавательского состава в отношении цифровых технологий, перечень наличия инструментов и ресурсов цифровой трансформации образования, используемых в образовательном процессе, ну и способы и методы использования цифровой технологии с увеличением инструментов и ресурсов. Слайды не двигаются, по-моему, у вас. Ну и давайте о перспективах развития цифровой трансформации. Здесь на данном слайде показаны основные проекты при поддержке правительства Российской Федерации. Ну и основные здесь указаны, это стратегия развития функционного общества в Российской Федерации на 27-30-е годы. Это цифровая экономика Российской Федерации. Ну и приоритетный проект – это государственная инфраструкционная система современной цифровой образовательной среды, ГИСТОС. Ну и так как я работаю, все знают, что в Бурятском госуниверситете и в Бурятском госуниверситете в январе был подключен к данному проекту на ряду в 2022 году по функционному взаимодействию. Мы подписали соглашение на пятилетний период, наверное, в дальнейшем с учетом развития, возможно, дальше будем продлевать. Цифровая информация вуза. Основное направление цифровой информации вуза является переход к управлению основания данных. То есть предпосылками для цифровой информации вуза является наличие неавтоматизированных процессов, отсутствие аналитических инструментов для принятия решений, отсутствие прозрачной схемы прохождения документов. Ну и другие, да, то есть немаловажные. Ну здесь они тоже, ну, то есть я самые основные указал. Ну и вот на основе анализа существующих информационных сервисов будет реализовываться ряд проектов в нашем вузе. Поэтому на следующем слайде показано, то есть мы, наш вуз, получается, утвердил стратегию цифровой информации до 30-го года. Ну и самую главную целью цифровой трансформации или создания устойчивой модели развития университета способны эффективно работать условия цифровой экономики и сравненно реагировать на технологические и социально-экономические вызовы за счет широкого применения цифровых технологий. Ну и для достижения цифровой зрелости была разработана данная стратегия до 30-го года. Проблемы цифровой трансформации – это отсутствие развитой методики внедрения цифровой технологии в технологический процесс, отсутствие универсальных авторских методик обучения с использованием ресурсов в цифровой среде. Это как применение современных мобильных устройств, гаджетов, интерактивного оборудования, а также веб-сервисы, ну и альтернативное программное совещание в образовании. Ну и низкие технические возможности университетов, отстоящее технического оснащения, чтобы не позволять проводить качественную подготовку, а студентам выбирать формы и методы обучения на различных типах занятий, взвивающихся цифровой образовательной среде, обеспечивающей возможности прямого дистанционного и функционного взаимодействия. Ну я как ранее говорил, что были проработаны как раз разработки, ну не разработки, а авторов, таких как Владимир Евгеньевич Блинов. У него в его работе очень хорошо описаны функции преподавателя условий цифровой трансформации вуза. То есть они представлены на слайде. Это как проектирование форм и методов обучения, рабочих материалов, а также средства диагностика, формирующего оценивание. И это на основе создания локальной образовательной среды и конкретно учебного курса, насыщенная развивающими возможностями, проектированные сценарии учебных занятий на базе многообразных динамических форм организаций учебной деятельности посредством цифровых и нецифровых технологий, организация индивидуальной и командной, в том числе самостоятельной и проектно распределенной сетевой деятельности, обучающихся в цифровой образовательной среде, проектирование организации ситуации и образовательно-значимой коммуникации, в том числе сетевой, организация рефлексивных обсуждений личностно-значимого опыта, формирование и развитие экологического мышления в процессе поиска и отбора информации в цифровой среде, управление учебной мотивацией обучающихся, в том числе при работе с группой, при работе с группой с использованием инструментов фасилитации, да, а также ролевых образов взрослого успешного профессионала, интеграция жизненных пространств цифрового поколения ну и постоянное конструктивное взаимодействие с другими подробностями. Далее на следующем саде показаны дативные методы и формы контроля учебной деятельности, это самоконтроль студента, умение правильно искать и использовать информацию, сетевой план студента, обучение по собственной траектории, анализ деятельности студента, управление процессом контроля знаний на основе выводного метода и определение результатов контроля, которые усвоятся к выставлению оценки студента. Ну и получается, при реализации цифровой информации преподаватель освобождается от рутины, то есть от трансляции знаний, контроля их усвоения. Для представления содержания дисциплины в электронной среде преподаватель может использовать разнообразные средства, как текст, мультимедиа, ну и интерактивность, да. Основное аудиторное время используется для объяснения на любой трудных моментах дисциплины, для обучения с помощью активных интерактивных методов. У студентов появляется возможность более активного совместного обучения, ну и увеличивается количество и качество взаимодействия участников учебного процесса. Ну и последним это в некоторых случаях у предварительных появляется возможность работать удаленно, ну, например, в командировках, да. Это тоже немаловажный акспект. И вот, танцевать, трансформация, да. Ну, коллеги, у меня все. Ваши вопросы, да. Вопросы, наверное, после уже моего выступления. Я продолжу выступление Александра Семенковича. У меня не будет презентации, но это можно оставить или можно убрать. Уважаемые коллеги, я хочу поблагодарить организаторов этой конференции, которые создали, организаторы создали все условия для того, чтобы мы приняли в этой конференции. Я вообще думала, что у нас вчера будет, и я вчера была на Байкале после той конференции нашей кафедральной международной. И я думаю, что вот поэтому количество участников достаточно стабильное, 60-70 человек. Было приятно увидеть знакомые лица. Ну, вот хочу, если позволите, сначала несколько слов прокомментировать по выступлению Натальи Николаевны, Алексея Владимировича. И вот последний у нас выступающий. Имя, отчество я не могу сказать точно, извините, пожалуйста. Вот. И буквально, потому что все это в итоге можно связать и с темой, которую мы представляем Александром Семенковичем. Вот Наталья Николаевна обратила внимание, что очень много времени тратится на проверочную деятельность преподавателя в условиях жесткого контроля со стороны университета. И проблема в том, что вот в одном вузе Москвы, значит, Бауманском, значит, университете дистанта вообще нету, а в другом техническом, значит, наоборот, дистант активно используется. То есть это все, проблемы с... Меня слышно хорошо, извините, коллеги, я вот не спросила. Да, хорошо. Хорошо. Вот все эти проблемы вообще, они так знакомы нам. И все это в итоге глазами преподавателя создает дополнительные барьеры и трудности для обеспечения качества учебного процесса. Вот на это обращаю. Значит, и так вот Наталья Николаевна сказал, что очень много времени тратится на проверочную деятельность, хотя мы живем в цифровом обществе. И, казалось бы, уже все эти рутинные операции нужно автоматизировать и не заниматься вот этим. Но, тем не менее, в очень многих вузах это продолжается, я могу подтвердить. И в нашем тоже, к сожалению. Алексей Владимирович Димов как раз в своем выступлении очень хорошо сказал о том, что вот, в частности, начал он с графической визуализации, дальше о других вещах, близких нам, понятных. И я думаю, что достаточно хорошо они цифровую трансформацию ведут. И я бы даже сказала так. Алексей Владимирович показал нам, что вот вуз, который он, в котором он обеспечит цифровизацию образовательного процесса, цифровую трансформацию, не упустил эту возможность после пандемии. Дело в том, что вообще многие вузы сделали вообще грубейшую ошибку, скажем, чисто тактическую, даже, может быть, стратегическую, накопив богатейший опыт дистанта в условиях пандемии в течение двух лет, они отказались от него. И школы, я знаю, тоже многие, к сожалению. И это, конечно, проблема. Во всем мире тоже есть страны, где вот эту, эти наработки, этот опыт оставили, и поэтому сейчас отстают. Но вот, в частности, Китай, конечно, вот он именно в условиях пандемии нарастил так мощную цифровую трансформацию, столько платформ они создали. То есть вот эта проблема упущенной или не упущенной возможности, это вообще такая стратегическая проблема. Поэтому нам, конечно, нужно очень быстро как-то вот в университете и в других вузах как-то стремиться к тому, чтобы все-таки не опоздать совсем. И вот как тот вуз, который вообще отказался. Сейчас нельзя, это просто преступление не подчинить задачам образовательного процесса возможности цифровой трансформации. Это вот все равно, что отказаться от транспорта, идти пешком, скажем, вот до Иволги, я не знаю вообще. И, ну, правда, они не сказали ни слова ни первого, ни второго выступающего о том, что дистанционное, смешанное, но еще же гибридное. Сейчас вообще трендом 2023 года в России становится гибридное обучение. И вот, кстати, у меня такая мечта в будущем учебном году запустить все-таки, ну, сделать такую заявку, начать гибридное обучение для магистрантов, по крайней мере, и аспирантов. Я думаю, что это возможно. Вообще надо начинать нам ухватиться за новый тренд, потому что если мы будем только находиться смешанным, смешанное это уже пройденный этап на сегодняшний день. Очень было приятно вот услышать про то, что в использовании или как, скажем, в применении или бурятской клавиатуры подсказали нам, идется разработка, программное обеспечение. По сути дела, достижения цифровой революции подчиняются нуждам, допустим, бурятского языка нашего региона. Это очень похвально, конечно. Ну вот, и вот подытожить все то, что говорили предыдущие коллеги, хочу сказать, что цифровая трансформация, она идет сама по себе. Если мы не будем в ней участвовать и не будем ее подчинять нашим задачам, автоматизации хотя бы, то она сама по себе все равно будет двигаться. Проблема будет в том, что мы просто будем отставать. Но с другой стороны, я хочу обратить внимание на то, что цифровая трансформация образования, она имеет такой, что ли, и риски, и возможности. Ну, например, если смотреть глазами преподавателя, специалиста, скажем, IT-службы, каким является Александр Судиманкуевич, это более широкие возможности цифровой трансформации всего учебного процесса и частности деятельности преподавателя. А с другой стороны, глазами, ну, скажем, преподавателя, гуманитария, скажем, каковым я являюсь, хотя я, в общем-то, имею диплом преподавателя информатики, все-таки я больше гуманитарий. Вот эти возможности все время приходится мечтать о том. Оказывается, вот это все уже есть в нашем университете, например, все эти возможности есть. Мы просто вот до нас, до пользователей многое не доходит, мне кажется. Вот эта проблема внедрения, она всегда останется. Я хочу привести такую интересную цифру в подтверждении доклада, выступления Александра Судиманкуевича о проблемах цифровой трансформации, в частности, в нашем университете. В этом семестре, во втором семестре этого учебного года я руководила образовательным интенсивом среди молодых преподавателей. Это порядка 50, по-моему, преподавателей, и вот половина из них участвовали в нашем опросе, где мы проверяли их профессиональные дефициты. И вот, в частности, мы выяснили, что в отличие от тех поколений лет 10, может быть, 15 и даже 5 назад преподавателей, существует проблема дефицита дидактических и методических компетенций. Ну, например, им важно, как стимулировать студентов, как развивать их, там, скажем, учебную активность, как их контролировать. То есть традиционные вещи, которые для опытных преподавателей понятны. Ну, а цифровые компетенции проблемы не создают для молодых преподавателей. То есть все-таки вот эта проблема подготовки методистов или, скажем, освоения методических компетенций, она очень остро стоит для молодых преподавателей. И вот в своем выступлении Александр Цаременкович как раз обратил внимание на то, что как вот оптимально использовать традиционные методы формы обучения, как вот их адаптировать в условиях цифровой трансформации. С другой стороны, как подчинить достижение цифровизации учебному процессу. Мне кажется, это очень острая проблема. Если мы ее будем решать вот с двух сторон, то будет успех. Так вот, проблема в том, чтобы подчинить достижение цифровизации задачам эффективного обеспечения учебного процесса. И вот мы видим вместе с Александром Цаременковичем одну из грани решения этой проблемы, это, ну, по крайней мере, разработать проблему адаптивного, адаптивных форм методов контроля. Это вообще контроль и оценка учебной деятельности, мне кажется, это вообще ключевая функция преподавателя, которую нужно очень срочно автоматизировать. Очень много рутинных вещей мы с вами в условиях пандемии это ощутили. Нужен электронный документооборот, это однозначно. Нужно освобождать от рутинных операций преподавателя, потому что он тратит, ну, лично мы, преподаватели, тратим очень много времени на вот эту документацию рутинную. Поэтому необходимо, конечно, вот даже у меня появилось такое, что ли, ну, идея, может быть, подумать об адаптивном умном обучении. Вот все говорят умное обучение, умное, но оно не может быть просто умным. В какую сторону умный? Только в сторону цифровизации и интеллектуализации? Нет, нет, и мне кажется, адаптивное умное обучение, адаптивный умный контроль учебной деятельности, чтобы учитывал интересы и студентов, и преподавателей. Может быть, это будет умный адаптивный контроль на основе достижений искусственного интеллекта, современных достижений цифровой автоматизации деятельности преподавателя, цифровой аналитики. Я нельзя задавала вопрос Алексею Владимировичу, потому что цифровая аналитика – это есть, мне кажется, инструмент очень мощный, который мы вообще не используем, в частности, в нашем университете, ну, по крайней мере, вот в масштабах, вот, каких нужно. Ну, каждый преподаватель, наверное, хотя бы в Мудле использует эту аналитику самую простую, а вот в, скажем, масштабе всего университета это, конечно, очень большой вопрос. На основе, опять, каких подходов научных? Это рейтинговый подход, это интегративный подход, и, то есть, и подходы разработаны, инструменты есть, осталось только внедрить. Ну, вот, такое у меня дополнение, комментарии к выступлению Александра Цудинунковича. Если у вас, коллеги, есть вопросы, пожалуйста, мы готовы ответить. Спасибо большое. Очень широко было ваше выступление в сторону цифровизации образования, трансформации, цифровую трансформацию, цифровую трансформацию и известность. Ну, вот, вообще, говорят, если подводить виток нашего вебинарного заседания, здесь вот Небазаковна как раз хорошо прямо сделала эту работу уже, хотелось бы, конечно, большую благодарность выразить Наталье Николаевне, Алексею Владимировичу, Баилу Валентиновичу, Александру Валентиновичу, Лемазаковне, что вот именно такие интересные выступления, потому что сферы достаточно разные. У нас всех, конечно, присутствующих в основном это образование в данном случае сегодняшний день на пленарном прозвучало. И действительно проблемы такие для нас такие актуальные, потому что вот мы привыкли считать свою среду эффективной, и мы к ней привыкли, и, в общем-то, уже даже и не видим, может быть, какие-то, может быть, недостатки. А вот Наталья Николаевна показала другой совершенно там подход более, ну, не знаю, продвинутый, наверное, да, вот, или московский, или технический, там, у них... Более глубокий, я бы сказала, более глубокий. У нас этого нет. Иркутский государственный университет такой уже внедрил тоже, да, то есть, видимо, у нас это тоже на подходе. Ну, а то, что цифровизация образования, конечно, всех заставляет изменяться, изменять свое мировоззрение, так или иначе, захочешь. Хочешь ты или не захочешь, но ты будешь вынужден шагать много со временем, а мы, как преподаватели, обязаны это делать. Ну, и еще раз хочу поблагодарить всех участников нашей конференции, нашего лаквинарного заседания, наших коллег, наших докладчиков, наших студентов, которые проявили интерес, и еще раз пожелать всех дальнейших творческих успехов и здоровья, что очень важно в нашем времени. Спасибо большое всем. Антония Антоновна, можно, да, тоже выскажусь? Так, на этом будем заканчивать. Антония Антоновна, можно, да? Да, да, Александр. Да-да-да. Ну, почему мы затронули такую тему? Она вообще в тренде, да? То есть, ну, и самое главное, что мы, наш ВУЗ тоже идет, ну, то есть, развивается уступательно. То есть, мы, я сам являюсь, помимо преподавателем кафедры информационных систем и искусственного интеллекта, я также являюсь начальником технического отдела, Центра в основном технологии. И вот я как раз увидел и своего коллегу, наверное, я не застал его, конечно, Алекс. Алексей Владимирович, да? Я хотел бы с вами, наверное, познакомиться, как-то плотно поработать с вами. То есть, очень хороший, вы показали нам опыт, содержательный такой доклад был. Ну, и у нас какие-то моменты есть. То есть, мы, может, коллеги, Антон Томас сказал, что у нас какие-то наработки есть, но наработки, да, действительно, у нас в ВУЗе имеются. Поэтому мы, как, я как преподаватель, то есть, ну, с учреждением, как преподаватель, и с технической стороны будем развивать, ну, и будем делиться, наверное, тоже так же опытом с другими ВУЗами, с коллегами. Ну, и очень рад, что вы меня пригласили выступить с докладом. Спасибо большое. Я можно тоже еще одну реплику скажу? Мне кажется, один из эффектов, результатов нашей конференции, вот, которую вы организовали, то, что я думаю, Александр Исидин Мукович настолько проникся, теперь, по-моему, что-то будет двигаться в очень хорошем направлении для преподавателей. Слышите, кафедра в вычислительной технике информатики, это главный результат сегодняшнего пленарного заседания. С чем нас всех поздравляю? Да, будем развиваться. Мы этому рады. За Александром Исидином мы будем прямо держать кулачки. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Всем спасибо. Алексей Владимирович, большое спасибо за участие. Спасибо, коллеги. Александр Цинден Мункуевич, там контакт у организаторов мой есть, если что, пишите. Нет, это Люфе Нежапа, немного ошибу. Да, я Мункуевич, да. Да, да, да. Мункуевич, да. Хорошо, хорошо. Все у нас есть. Если что, контакты есть. Спасибо большое. Спасибо.